Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко. И я, Елена Шмелева. Вы смотрите программу «День веков хронограф». 11 ноября 1820 года в Вятской губернии родился Павел Обухов, российский инженер и ученый-металлург. Павел Матвеевич происходил из семьи потомственных уральских металлургов. Он с детства обладал исключительными способностями, что позволило ему в 12 лет поступить в Петербургский горный институт, который он окончил в 1843 году с большой золотой медалью. В 1854 году его перевели в Златоустовский горный округ на должность управителя оружейным заводом. Здесь перед ним была поставлена важнейшая задача – освоить производство огнестрельного оружия. Дело было государственным и чрезвычайно важным. Обо всех новостях в производстве русской стали докладывали императору Александру II. Для осуществления работ под руководством Обухова в 1859 году в Златоусте была построена сталепушечная фабрика. Стальные литые пушки осваивались впервые в России. Раньше их производили только в Германии. Первая русская стальная пушка фабрики называлась «Князя Михайловской» в честь великого князя Михаила Николаевича, который содействовал ее пуску и принимал большое участие в обведении сталепушечного производства в России. В 1860 году на фабрике впервые в России началось производство стальных пушек. Литая сталь, получаемая по методу Обухова, обладала превосходными качествами. Испытания златоустовской пушки в Санкт-Петербурге имели колоссальный успех. Присутствующий на стрельбах великий князь Михаил Николаевич расцеловал металлурга в обе щеки. Златоустовская пушка по долговечности и прочности превзошла иностранное орудие. Более того, обуховская сталь стоила в 5-7 раз дешевле. Во второй половине 19 века появление пушки Обухова сделало переворот в пушечном производстве и вывело Россию в число первых военных держав. В 1862 году на Всемирной выставке в Лондоне стальная пушка Обухова, которая выдержала без повреждений более 4 тысяч выстрелов, получила высшую оценку, была отмечена золотой медалью. Знаменитая пушка была оставлена на вечное хранение в артиллерийском музее в Санкт-Петербурге. В 63 году 19 века Обухов был направлен в Санкт-Петербург, чтобы в столице возглавить строительство крупного сталелитейного завода. Уже в апреле следующего года на заводе торжественно в присутствии представителей министерств под руководством основателя завода Павла Обухова была произведена первая отливка стали. 4 года Обухов руководил металлургическим производством на заводе, продолжая работать над совершенствованием способов выплавки стали. В том же году инженер получил титул действительного статского советника. Работа по строительству завода и производству пушечной стали требовала от Павла Матвеевича много сил. Из-за в конец расстроенного здоровья он вынужден был оставить работу и уйти в отставку в 1868 году. Однако было слишком поздно. Начала развиваться чахотка. Через несколько месяцев на 49 году жизни Обухов скончался. По предложению его соратника, предпринимателя Николая Путилова, Петербургский сталелитейный завод в память своего основателя в 1869 году был назван Обуховским. Завод стал одним из передовых предприятий России. Выпускал сталь, пушки, снаряды, разнообразные инструменты. И по сей день Обуховский завод является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса страны. 11 ноября 1821 года в Москве родился Федор Достоевский. Он был вторым ребенком в большой, достаточно набожной семье. Всего у его родителей было шестеро детей. Он рос в довольно суровой обстановке, над которой витал угрюмый дух отца, человека нервного, раздражительно самолюбивого. Дети воспитывались в страхе и повиновении, по традициям старины, проводя большую часть времени на глазах родителей. Учиться Достоевский начал довольно рано. В шестилетнем возрасте, благодаря матери, он знал азбуку. По решению родителей Достоевский поступил в пансион, где увлекался уроками словесности. Затем был определен в инженерное училище. К началу 40-х годов относится его первая попытка самостоятельного творчества. Были написаны, не дошедшие до нас, драмы Борис Годунов и Мария Стюарт. Произведение «Бедные люди», по-видимому, тоже было начато еще в училище. Позже Федор Михайлович перевел роман Бальзака и Евгения Гранде, а также Жорж Сант и Сю, после чего Достоевский был принят в кружок критика Виссариона Белинского, как один из равных, и часто посещал его. До ареста в 1849 году Достоевский написал 10 повестей, и все они были напечатаны в журнале того времени «Отечественные записки». Среди них «Двойник», «Чужая жена», «Ревнивый муж», «Честный вор» и «Белые ночи», в которых описал страдания маленького человека. Арест писателя был связан с его причастностью к кружку Петрашевского. Достоевского обвиняли в том, что он принимал участие в обсуждении социально-политических вопросов, в частности, вопроса о крепостном праве, и выступал против строгости цензуры. Его приговорили к смертной казни, после чего Достоевский вместе с другими осужденными был привезен на Семеновский плац, где ему объявили о приговоре смертной казни через расстрел. Приговоренные в тот момент пережили весь ужас смертников, и лишь в последние мгновения им объявили, как особую милость, настоящий приговор. Как оказалось, государь заменил казнь на ссылку сроком на 4 года. О своих переживаниях в момент оглашения приговора писатель позже напишет в произведении «Идиот». Достоевский был закован в кандалы и отправлен в Сибирь. В Тобольске его встретили жены декабристов, от которых писатель получил в благословение Евангелие, с которым потом никогда не расставался. В 1859 году возвратился в Санкт-Петербург, где и написал записки из мертвого дома о трагических судьбах и достоинстве человека на каторге. После он издавал журналы «Время» и «Эпоха». Среди самых его известных произведений – «Идиот», «Преступление и наказание», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». 11 ноября 1922 года родился Курт Венегуд, один из самых известных американских прозаиков 20 века. В 1943 году он добровольцем ушел на войну, но воевать ему почти не пришлось. Он попал в плен после того, как его часть разбили в Орденнах. В плену он пробыл недолго. Пленных американцев отправили работать на витаминный завод в Дрездене, разместили на складах бывшей бойни. В феврале 1945 года они пережили весь ужас бомбежки Дрездена, о которой писатель рассказал в своем знаменитом романе «Бойня номер 5». Вернувшись в 1945 гражданской жизни, Венегуд сменил несколько мест работы. Последним из них стал рекламный информационный отдел корпорации «Дженерал Электрик». Именно там началась его писательская карьера. В феврале 1950 года журнал «Кольерс» опубликовал рассказ-доклад об эффекте Бернхауза. В 1951 году Венегуд уволился из «Дженерал Электрик» и вместе с семьей переселился в Массачусетс. До 1959 года, когда был опубликован роман «Сирены Титана», Венегуд успел напечатать десятки рассказов, поработать учителем в школе для умственно отсталых детей и торговым представителем концерна «СААП». В 70-80-х годах прошлого века Венегуд продолжал активно писать и публиковаться. В 1973 году вышел его программный роман «Завтрак для чемпионов», познакомивший читателей с Килгером Траутом, непонятым научным фантастом и вторым «Я» Венегуда. В 1996 году Венегуд вновь проявил сенсацию. Он опубликовал роман «Время трясения» о страшной свободе воли, которой наделены люди, о космической катастрофе и неизбежности самоубийственных импульсов, рождающихся в человеческом мозгу. Роман «Время трясения» стал одним из заметных событий в американской литературе последнего десятилетия XX века. Сам писатель назвал его своим романом-мемуарами, последней работой в области прозы. Литературное наследие Венегуда включает в себя 19 романов, многие из которых стали бестселлерами, десятки рассказов, очерков и пьес. А теперь о погоде в этот день в разные годы и века. 11 ноября 1076 года из-за очень холодной погоды, установившейся в Западной Европе, замерз Рейн. Переправа осуществлялась по льду. В 1908 году, 11 ноября, в Москве зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. Она составила 17 градусов мороза. 11 ноября 1927 года в Москве наблюдалась самая высокая температура воздуха, составившая плюс 12 градусов. Сегодня, 11 ноября, наша программа «День веков хронограф» подходит к концу, и самое время рассказать о народном календаре. В этот день Православная Церковь почитает память преподобном мученице Анастасии, преподобных Аврамия, затворника, и Блаженной Марии, его племянницы, мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Фианилы, а также преподобной Анны. А в народе этот день называли Анастасией овчарница, Анастасией стригальница и Авраами овчар. Их считали покровителями овец. По дворам кормили досыта всех пастухов в благодарность за сохранение овец. С этого дня начинали стричь овец. Согласно народному календарю, с этого дня начинались серьезные заморозки. Если в этот день пойдет снег, то зима будет снежной. А если случится сильный снегопад, то весной ожидай большой разлив. С вами была программа «День веков. Хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok